Приветствую вас. Я решил ответить на этот вопрос, потому что он такой достаточно важный, достаточно серьезный, достаточно распространенный среди вот людей, среди семейных пар. Вот. И, несмотря на то, что у людей все проблемы индивидуальные, есть, конечно, некоторые общие моменты, на которые следует обратить внимание. В первую очередь я хочу сказать, обращаясь к автору вопроса, ее зовут Самира, и сказать, что очень мало информации вы предоставили для анализа, вы не задали никакого вопроса, вы не обозначили никакого вопроса, ну, в общем-то, для психолога этого очень мало, да, то есть, понятно, что нужно делать анализ ваших отношений, понятно, что нужно смотреть, где проблемы, и решать их, эти самые проблемы, по крайней мере, с вашей стороны, то есть, заниматься коррекцией поведения, решением ваших внутренних проблем, внутриличностных проблем, и так далее. Вот. Это первое. Второе. Смотрите. Значит, объективно, начнем с того, то, что у женщины, девушки, жены, есть некоторые проблемы с самооценкой, когда она терпит такое к себе отношение. Вот. Что это значит? Ну, общается муж, мужчина, парень, другой, другой. Это его выбор, это его способ в любом случае решения проблем, которые образовались в отношениях. Это в некоторой степени его инвентильность, это в некоторой степени его безответственность. Почему я говорю в некоторой степени? Потому что в отношениях ответственны оба. И вы, как партнер, как девушка, как женщина, как жена, для своего, соответственно, парня, мужчины, мужа, вы также ответственны за то, что происходит. И вы также делаете вклад в то, что происходит в твоем поведении. Понятно, что с другими мужчинами, парнями и с чужими мужьями вы не общаетесь, но какое-то ваше поведение как бы подталкивает партнера к тому, чтобы он вел себя именно таким образом. Ну, например, ревность. Когда один партнер ревнует, вот, то для другого партнера это означает, как бы, допустимость, собственно говоря, измены. Но самое главное, что вы терпите. То есть вы считаете это ненормальным, и вы это терпите. Вот, вот, одно из самых неблагоприятных последствий, это то, что вы терпите данную историю. Против воли. Не считаете это правильным, считаете это оскорбительным для себя, но терпите. И у вас есть мотив. Это терпеть. У каждого разного. Ну, у вас он свой. И вам его необходимо найти. Ради чего вы терпите. Вот давайте возьмем несколько примеров. Два. Первый пример будет таким. Идеалистическим. Вы терпите, потому что видите, как вашему партнеру хорошо. Вы видите, что он стал счастлив. Хорошо. Предположим, это так, и мотив очень благородный, но несчастливый вы. И нельзя добиться полноценного счастья своего партнера, будучи самой несчастным. Поэтому, если это делает вас несчастным, нужно посмотреть, чем разобраться с этим. Смотрите. Есть несколько моментов, которые могут делать человека несчастным. Первый момент. Это лично, вот, то, что задевает, вот, он общается с другой. Значит, я какая-то не такая. Значит, со мной что-то не так. Вот. Ну, это, вот, личная неуверенность в себе. И личная тревожность по поводу себя же. По мной что-то не так. Мне больно. А вот он общается с другой. Здесь и сомнения в собственной привлекательности. Здесь и восприятие себя, такое вот, больше в контексте, ну, в контексте, скажем так, полезности, привлекательности. Да? То есть, такое больше, больше такое, ну, объективное, да? Больше такое предметное, я бы сказал. Вот. Дальше идем. Следующий момент, который я бы хотел вам раскрыть, да? Он заключается в том, в следующий момент, заключается в том, что вы можете видеть несоответствие того, что происходит с вашими представлениями. При том, что вас саму может и не задевать то, что происходит лично. И все эти вещи делают вас, делают по факту вас, ну, не сказать, что прям несчастливы, но вы чувствуете, что живет немножко не той. Жизнь не так, как вот. Хотелось бы. Как могли бы, в принципе, жить вы. Вот. Соответственно, здесь проблема. И довольно серьезная. Следующий момент. Вы терпите, потому что надеетесь, что все пройдет самосвобода. Молодой человек перебесит, самый молодой человек, ваш или муж, или парень, или мужчина, как-то вот перестанет, да, это делать, и все вернется на круги своя. Да. Нет, не вернется, потому что, как бы, ваш партнер позволил себе так поступить вашу партнеру. позволил себе так, ну, так вот так действовать. Вот. И, соответственно, так просто он свою позицию не изменит. Так просто он свое решение не изменит. Так просто свое отношение к вам он не поменяет. Даже если с той, с кем он встречается, он расстанется, и он вернется к вам, все равно вы не останете в его глазах более привлекательный. Да, бывают исключения, но не на длительный срок. То есть не на срок от, там, полгода, например, или, там, не на срок от трех месяцев. Нет. Максимум это, вот, человек, находясь в отношении к маме, может, там, увлечься другой женщины, побыть с ней какое-то время, скажем, там, недельку, две, три, может быть. Вот. Ну, максимум месяц, максимум месяц, но не больше. Знаете, потому что, если больше, то это уже, такой, ну, достаточно осознанный выбор, либо достаточно устойчивая проблема, либо достаточно устойчивое отношение. Вот. А в пределах, в пределах месяца можно говорить о том, в принципе, что, ну, сейчас человек, вот, может, как-то разбираться. Но месяц это, вообще, самый-самый максимум. Зачастую, требуется гораздо меньше времени, и вы всегда, там, примерно знаете, сколько вот именно вашему партнеру нужно время, чтобы определиться. Вот. Поэтому, само собой, ничего не закончится, отношение его к вам просто так не изменится. Следующий момент. Это страх одиночества, страх доброса, ориентирование на семью, на детей, нежелание потерять семью и так далее. Ну, важно понимать следующее. Что, конечно, подобные тенденции могут и имеют место быть. Безусловно. Но важно другое. Что здесь мы говорим больше об обязанностях, о должностовании, о притязаниях. То есть, больше о таком элементе расчета. Условно, я хочу с тобой семью, я хочу с тобой ребенка. Вот. Я не хочу, не хочу быть одна. К примеру. К примеру. Это позиция. Это позиция. Желательно, конечно, эту позицию изучить, потому что часто в позиции присутствуют некоторые желания, которые не связаны вообще с семьей, не связаны вообще с ребенком, не связаны вообще ни с чем. касающимся отношений. А связаны это только исключительно с тем, как человек решает свои собственные проблемы. И как он пытается за счет вот перечисленных выше элементов компенсировать свои какие-то вот, ну, скажем, недостатки, да. То, чего ему не хватает, в общем. Такая вот идея. Вот. Так что, с одной стороны, мы решаем субъективную, субъективную сторону. С другой стороны, мы делаем следующее. Если у нас есть позиция, если от позиции своей отказываться всерьез мы не готовы, то нам нужно, чтобы партнер хотел выстраивать с нами такого рода отношения. Нам нужно, чтобы партнер хотел выстраивать отношения с нами так же, как этого хотим мы, так же, как этого хотите вы. Это вам, конечно, желательно своего партнера привлечь. Максимально привлечь его к идее и к идее о том, что семья с вами. Это круто, это здорово, это может дать вам, дать ему, точнее, не вам, а ему дать ему то, что нужно, то, чего он хочет. Если у вас не получится так сделать, то ситуация ничем хорошим, к сожалению, не закончится, в принципе. Ну и следует иметь в виду, что данные отношения, это больше такие отношения по расчёту, следует иметь в виду, что данные отношения являются, скажем так, небезусловными. Безусловными, да, то есть у них есть определенные условия, у них должны быть условия такого, 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 ну, вот, такого рода отношения. Вот, в принципе, в целом, я думаю, как-то так можно раскрыть наиболее общую проблематику того, что партнер встречается с другой. Вот. Предлагаются варианты, в частности, решения проблемы, следует следующее. Предлагаются варианты обратить внимание на то, чего партнеру не хватает в отношениях к вам. То есть очень легко, знаете ли, обвинить, очень легко, знаете ли, требовать, чтобы человек перестал что-то делать, очень легко. Требовать прекратить, требовать перестать, но, по факту, проблему эту не решает. Проблему неудовлетворенности, проблему потребности человека в чём-то, что он получает от другого, ну, от другой. Поэтому здесь имеет смысл, как раз таки, проанализировать, поисследовать, чего может не хватать вашему партнеру и постараться ему это дать. Можно посмотреть на ту другую, с которой она общается, и поисследовать, что она может ему давать. Ну, зачастую наблюдение или воссоздание всего, что важно для вашего партнера, помогает данную проблему решить. Можно проследить за своими изменениями. То есть, например, какие изменения произошли у меня в моём поведении за последние, вот скажем, полтора года. Ну, лучше брать не полтора года, лучше брать немножко больше, скажем, два года, потому что это не работает. Так что, вот, у вас поведение изменились и всё, и человек начал встречаться с другой, нет. Вот, соответственно, это тоже такая вот идёт корректировка. И уже вот, следуя по данным направлениям, вы увидите непосредственно свои индивидуальные основания для возникновения такой проблемы, с которыми и нужно работать. Вот. Но в семье, вот именно в семье актуальна, скажем так, ролевая проблема. Что такое ролевая проблема? Это когда партнёры выполняют роли, определённые роли, например, роль мужа, роль отца, роль супругника организации, роль ребёнка, например, сына. Если мы говорим про, ну, про классическое усиление пару. Вот. Роль сына, роль внука, иногда, вот. То есть роль родственника. И считается, что этого достаточно. Роль мужа, роль отца, роль ребёнка своих родителей, роль, там, соответственно, родственника. Теста стоит его достаточно. Но. Для полноты. Человеку нужно. Быть представителем своего гендера. В данном случае можно говорить про мужчину. Так. Роль мужчины. Человеку нужно быть другом. Это роль друга. Ну, тут же рядом, близко, хотя и не совсем, идёт роль социального индивида. Это носителя гражданской позиции и субъекта политической воли. Можно говорить, наконец, о роли отца или субъекта хобби. Вот подобных вещей в семье очень часто не хватает. Либо того, либо иного, либо нескольких элементов сразу. И это может добираться у другой. Очень часто бывает так, что мужчины встречаются на стороне с довольно интеллектуальными, хоть и совершенно не подходящими им женщинами. И просто проводят с ними время, в том числе иногда и занимаясь сексом, проводят с ними время, общаясь на различные темы. Просто потому, что им хорошо с ними. И нет, это не означает, что вам нужно работать над повышением своего интеллекта. Это означает, что вам нужно добавить полноты к своим отношениям. Основная идея не в том, чтобы быть похожей на кого-то и удовлетворять потребности вашего партнёра. Основная идея в том, чтобы быть наиболее полной, наиболее реализованной именно в вашей парадигме способностей, парадигме возможностей, парадигме увлечений, парадигме ценностей и жизненных ориентиров. Именно так. А не так, чтобы мой муж влюбился в человека математического склада ума, а я гуманитарий, что мне делать? Как мне стать математиком? Нет. Это принципиально неверное понимание ситуации. Помните, пожалуйста, о том, что у жены, у девушки, у женщины постоянной касательно двух последних форм отношений и с большим преимуществом перед любовницей, даже если встречи происходят в достаточно длительное время. Но это преимущество в стабильности, в надёжности, в знакомости. Нужно использовать. И использовать грамоту. Помните об этом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго. Всем и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok